Приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала. В самом начале Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии было большое количество легких танков и танкеток, разработанных в 20-е и 30-е годы. Так, одним из массовых легких танков Красной Армии был Т-26. Этот танк до начала Великой Отечественной войны активно применялся в боевых действиях. Кроме того, база этого танка послужила в дальнейшем основой для нескольких модификаций танков, в том числе химических танков. О них мы рассказывали ранее, а также различных серий бронетранспортеров, САУ и прочих машин. В этом видео мы расскажем об истории создания, конструкции и основных модификациях Т-26. К началу 30-х годов танковый парк СССР состоял в первую очередь из массового легкого танка непосредственной поддержки пехоты Т-18, а также разнотипных британских танков времен Первой мировой войны. Т-18 выполнил задачу насыщения РККА боеспособными и сравнительно современными танками, а также их освоение промышленностью. Однако характеристики Т-18, являвшегося глубокой модернизацией французского ФТ-17, уже к 1929 году не удовлетворяли требованиям Генерального штаба РККА. В конце 1929 года на заседании коллегии Главного управления военной промышленности был сделан вывод о том, что в связи с отсутствием у советских танковых конструкторов должного опыта и неразвитостью промышленной базы, сроки разработки советских танков и их заданные характеристики не выдерживаются, а созданные проекты непригодны для серийного производства. В связи с этим 5 декабря 1929 года комиссии под председательством Орджоникидзе принято решение об обращении к зарубежному опыту. В 1930 году была создана закупочная комиссия под руководством Халебского и начальника инженерно-конструкторского бюро по танкам Гинсбурга, чьей задачей являлись отбор и закупка образцов танков, тракторов и автомобилей, пригодных для принятия на вооружение РККА. Прежде всего комиссия весной 1930 года направилась в Великобританию, считавшуюся в те годы мировым лидером в производстве бронетехники. Внимание комиссии привлек легкий танк Викерс МКЕ или Викерс 6-тонный, созданный фирмой Викерс Армстронг в 1928-1929 гг. и активно прилагавшийся на экспорт. Комиссия планировала приобрести лишь по одному экземпляру нужной техники, но продавать одиночные образцы, а тем более с документацией, фирма отказалась. В результате достигнуто соглашение о закупке малых партий танков, в том числе 15 МКЕ по цене 42 тысячи рублей в ценах 1931 года, с полным комплектом технической документации и лицензии на производство в СССР. Поставки танков должны были быть осуществлены с сентября 1930 по январь 1931 года. Викерс Армстронг предлагала несколько вариантов танка, в частности модель А с двумя одноместными башнями, 7,7 мм пулеметами Викерс, и модель Б с двухместной башней, 47 мм короткоствольной пушкой и 7,7 мм пулеметом. Но советская сторона закупила только двухбашенные машины. В СССР МКЕ получил обозначение В-26. С 24 декабря 1930 года по 5 января 1931 года три В-26 подвергнуты испытаниям в районе Поклонной горы, на основании которых комиссией сделаны довольно сдержанные выводы. Но на состоявшейся 8-11 января демонстрации двух танков перед представителями высшего командования РККА и Московского военного округа, В-26 вызвал у них бурное одобрение, и уже 9 января последовало распоряжение Ворошилова. Решить, наконец, вопрос о целесообразности организации производства В-26 в СССР. А Гинзбургу приказано представить наркому список, отмеченных в ходе испытаний преимуществ и недостатков В-26 по сравнению с Т-19. В докладе, представленном 11 января 1931 года, сделан вывод о надежности и простоте трансмиссии и ходовой части В-26 и соответствии этих систем требованиям РККА. Но также говорилось о том, что двигатель является неподходящим для установки на танк, а его конструкция не позволяет повышения мощности традиционными методами форсирования. Среди преимуществ танка отмечались также хорошие оптические прицелы пулеметов и простая в производстве форма корпуса. Среди недостатков затрудненный доступ к двигателю и трансмиссии и невозможность проведения текущего ремонта двигателя в бою изнутри танка. В целом отмечалось, что В-26, несмотря на рассмотренные недостатки, способен развить высокую скорость и маневренность и является без сомнения лучшим образцом из всех известных в настоящее время образцов заграничных танков. В сравнении с Т-19 отмечалось, что по срокам выполнения и стоимости наиболее выгодным является освоение в производстве Т-19. В общем выводе доклада говорилось о необходимости начать проектирование нового танка на основе конструкции Т-19 и В-26 с мотором, корпусом и вооружением от первого и трансмиссией и ходовой частью последнего, а также организации совместных испытаний Т-19 и В-26 для получения более полных результатов. Хотя из предложенных Викерс-Армстронг вариантов МКЕ для серийного производства в СССР был отобран только двухбашенный пулеметный. Еще в 1931 году Гинсбург добился выделения финансирования на создание танка-истребителя с вооружением из 37-мм пушки большой мощности и 7,62-мм пулеметом в спаренной установке, размещавшихся в одиночной конической башне от танка Т-19 улучшенной. Но реально работа над однобашенным Т-26 началась лишь в 1932 году. Освоение сборки конической башни из криволинейных бронелистов представляло сложности для советской промышленности. Поэтому первая башня такого типа, созданная Ижорским заводом к весне 1932 года и предназначавшаяся для танка БТ-2, имела цилиндрическую форму. Аналогичную башню предполагалось устанавливать и на вариант танка-истребителя Т-26. На испытаниях клепанного и сварного вариантов башни предпочтение было отдано первому, который был рекомендован для принятия на вооружение после доработки выявленных недостатков и добавления в кормовой части ниши для установки радиостанции. Для проведения войсковых испытаний Ижорский завод должен был изготовить партию из 10 башен. По разным данным с октября 1932 или с 21 января 1933 года. Пока шли работы над башней, решался также вопрос о вооружении танка. 37-мм пушка Б-3 в сентябре-октябре 1932 года прошла испытание в новой башне и была рекомендована к принятию на вооружение. Но в мае 1932 года на замену 37-мм противотанковым орудием принята 45-мм пушка образца 1932 года, ставшая также кандидатом на вооружение танков. По сравнению с 37-мм пушкой 45-мм имела близкую бронепробиваемость, но намного более эффективный осколочный снаряд с в разы большим зарядом взрывчатого вещества. Это давало возможность использовать новый танк не только в роли специализированного истребителя, но и заменить им двухбашенный вариант в роли универсального танка для поддержки пехоты. В начале 1933 года конструкторским бюро завода номер 174 была разработана спаренная установка 45-мм пушки 20К и пулемета ДТ. В марте 1933 года успешно прошедшие заводские испытания. Основной выявленной проблемой являлись частые отказы полуавтоматики орудия, приводившие к необходимости ручного заряжания, что значительно снижало скорострельность. В феврале-марте 1933 года были проведены сравнительные испытания Б-3 и 20К, на которых оба орудия показали сходные результаты, за исключением продолжавшихся отказов полуавтоматики у 45-мм пушки. Тем не менее, уже весной 1933 года было принято решение о принятии на вооружение однобашенного Т-26 с 45-мм пушкой. Приведем основные модификации танка Т-26. Т-26 образца 1931 года. Линейный танк. Двухбашенная версия с пулеметным вооружением. Т-26 образца 1932 года. Линейный танк. Двухбашенная версия с пушечно-пулеметным вооружением. 37-мм пушка в одной из башен и пулемет другой. Т-26 образца 1933 года. Линейный танк. Однобашенная версия с цилиндрической башней и 45-мм пушкой. Самый массовый вариант. Т-26 образца 1938 года. Линейный танк. Однобашенная версия с конической башней и сварным корпусом. Т-26 образца 1939 года. Вариант Т-26 образца 1938 года с усиленным бронированием. Также установлена улучшенная коническая башня и подбашенная коробка с наклонными стенками. Т-26РТ – однобашенный танк с радиостанцией 71ТК1 с 1933 года. Т-26ТУ – Т-26ТУ-132 – танк управления в телемеханической группе. Изготовлено 65 машин. Т-26ТТ – Т-26ТТ-131 – телетанк в телемеханической группе. Изготовлено 65 машин. Т-26А – танк артиллерийской поддержки. Установлена новая, более просторная башня Т-26-4 с короткоствольной 76-мм танковой пушкой. Произведено 6 опытных образцов. Т-26 имел компоновку с размещением моторного отделения в кормовой, трансмиссионного, в лобовой и совмещенного боевого отделения и отделения управления в средней части танка. Т-26 образца 31-го года и образца 32-го года имели двухбашенную компоновку. Т-26 образца 33-го года и последующие модификации – однобашенную. Экипаж танка состоял из трех человек. На двухбашенах – механика водителя, стрелка левой башни и командира танка, выполнявшего также функции стрелка правой башни. На однобашенах – механика водителя, наводчика и командира, выполнявшего также функции заряжающего. Основное вооружение однобашенных модификаций составляла 45-мм нарезная полуавтоматическая пушка 20К образца 32-го года, а с 34-го года – ее модифицированный вариант образца 32-34-го годов. Пушка имела ствол со свободной трубой, скрепленный кожухом, длиной 46 калибров, 2070 мм, вертикальный клиновой затвор с полуавтоматикой механического типа на орудии образца 32-го года и инерционного типа на образце 32-34-го годов. Противооткатные устройства состояли из гидравлического тормоза отката и пружинного накатника. Нормальная длина отката составляла 275 мм для пушки образца 32-го года и 245 мм для образца 32-го-34-го. Пушка размещалась в спаренной с пулеметом установке на цапфах лобовой части башни. Наведение в горизонтальной плоскости осуществлялось поворотом башни при помощи виндового поворотного механизма. Механизм имел две передачи, скорость вращения башни на которых за один оборот маховика-наводчика составляла 2 или 4 градуса. Наведение вертикальной плоскости с максимальными углами от минус 6 до плюс 22 градусов осуществлялось при помощи секторного механизма. Наведение спаренной установки осуществлялось при помощи панорамного перископического оптического прицела ПТ-1 образца 32-го года и телескопического оптического прицела ТОП образца 30-го года. На Т-26 устанавливался рядный четырехцилиндровый четырехтактный карбюраторный двигатель воздушного охлаждения, представлявший собой копию британского Армстронг-Сидли Пума и имевший обозначение ГАЗ Т-26. Двигатель имел рабочий объем 6600 кубических сантиметров и развивал максимальную мощность в 91 лошадиную силу. Двигатель располагался в моторном отделении вдоль продольной оси танка. Особенностью его конфигурации являлось горизонтальное расположение цилиндров. Справа от двигателя в моторном отделении размещался топливный бак емкостью 182 литра, а система охлаждения, включавшая один центробежный вентилятор, размещалась в кожухе над двигателем. Ходовая часть Т-26, применительно к одному борту, состояла из восьми сдвоенных обрезиненных опорных катков диаметром 300 мм, четырех сдвоенных обрезиненных поддерживающих катков диаметром 254 мм, ленивца и ведущего колеса переднего расположения. Подвеска опорных катков сблокирована во взаимозаменяемых тележках по четыре на листовых рессорах. Каждая тележка состояла из двух коромысел с двумя катками, одной из которых шарнирно соединялась с литым балансиром, в свою очередь шарнирно закрепленным на корпусе танка, а другое крепилось на двух параллельных четверть эллиптических рессорах, жестко соединенных с балансиром. Единственным изменением подвески за время серийного производства танка было ее усиление в 1939 году за счет смены трех листовых рессор пяти листовыми в связи с возросшей массой танка. После принятия на вооружение Т-26 на его базу были перенесены более ранние работы по созданию самоходных артиллерийских установок, проводившиеся на базе Т-18 и Т-19. В соответствии с постановлением Реввоенсовета СССР 1931 года по опытной системе вооружения предусматривалась разработка на базе Т-26 САУ для механизированных соединений. 76,2 мм САУ сопровождения, предназначавшихся для артиллерийской подготовки и поддержки танков и в качестве противотанкового средства. 45-мм противотанковый САУ для противотанковой обороны и поддержки танков. 37-мм зенитный автоматический САУ для обеспечения противовоздушной обороны механизированных частей на марше. Первой самоходной установкой стала СУ-1, разработанная конструкторским бюро завода «Большевик», по выданному весной 1931 года заданию на установку полковой пушки на шасси Т-26. САУ, соответственно, была вооружена 76,2 мм полковой пушкой образца 1927 года, размещенной на тумбовой установке в полностью закрытой броневой рубке над боевым отделением по уровню защиты, соответствовавшей базовому танку. Экипаж САУ состоял из трех человек. Единственный прототип СУ-1 был изготовлен в октябре 1931 года и в ноябре того же года прошел испытание. По результатам испытаний была отмечена принципиальная работоспособность конструкции и даже некоторое улучшение меткости пушки по сравнению с буксируемым вариантом. Но были отмечены и серьезные недостатки. Неудобство работы экипажа в тесном боевом отделении, отсутствие боеукладок и оборонительного вооружения. Более активные работы по самоходной артиллерии были развернуты после принятия 22 марта 1934 года постановление о перевооружении РККА современной артиллерийской техникой. Следующий проект САУ на базе легкого танка СУ-5, так называемый «Малый триплекс» – семейство САУ, разработанное в 1934 году конструкторским бюро опытного завода спецмаштреста. Все машины семейства располагались на перекомпонованном шасси Т-26, отличавшемся перенесением моторного отделения в среднюю часть корпуса, слева от отделения управления и размещением в кормовой части корпуса полуоткрытого боевого отделения, защищенного броней лишь спереди. Толщина бронирования по сравнению с базовым танком была уменьшена. Корпус собирался из листов толщиной 6,8 мм, и лишь защита боевого отделения имела толщину 15 мм. Экипаж САУ состоял из механика-водителя и четырех человек орудийного расчета. Все варианты САУ различались лишь типом орудия и связанных с ним механизмов. СУ-5-1 была вооружена 76,2-мм пушкой образца 1902-1930 годов. СУ-5-2 несла 122-мм гаубицу образца 10-1930 годов. СУ-5-3 вооружалась 152-мм мортирой образца 1931 года. Из-за отсутствия в САУ места для размещения необходимого боекомплекта предусматривалось использование бронированного подвозчика боеприпасов, также на базе Т-26. Опытные образцы каждой из САУ были закончены к осени 1934 года и в 1935 году прошли заводские испытания, сопровождавшиеся интенсивной доработкой конструкции. Все три варианта СУ-5 были приняты на вооружение, но из них только СУ-5-2 поступило в серийное производство. От СУ-5-1 отказались в пользу АТ-1, а вооружение СУ-5-3 оказалось слишком мощным для шасси Т-26. По одним данным всего было изготовлено 6 СУ-5-1 и 3 СУ-5-3, по другим же только по одному образцу каждый из них. СУ-5-2, помимо прототипа, была в 1936 году выпущена опытной серией из 30 экземпляров. Предполагалось, что по результатам ее войсковых испытаний доработать конструкцию и начать крупносерийный выпуск, но в 1937 году все работы по программе СУ-5 были свернуты. Четыре СУ-5-2 применялись РККА в боях озера Хасан в 1938 году. К началу Великой Отечественной войны в войсках имелось 28 САУ этого типа, которые были потеряны в первую уже неделю боев. СУ-6 – зенитная самоходная установка на базе Т-26, также разработанная конструкторским бюром опытного завода в 1934 году. Вооружение СУ-6 составляла 76-мм полуавтоматическая зенитная пушка образца 1931 года – 3К, размещавшаяся на тумбовой установке средней части танка в полуоткрытом боевом отделении, на марше, защищавшимся откидными бортами. Для самообороны ЗСУ оснащалась двумя пулеметами ДТ-29 в лобовом и кормовом откидных листах. По сравнению с базовым танком, корпус САУ, собиравшийся из бронелистов толщиной 6-8 мм, был увеличен. Между тележками подвески добавлен дополнительный каток с индивидуальной пружинной подвеской, а в состав всей подвески введена гидравлическая система ее блокировки при стрельбе. В 1935 году опытный образец СУ-6 был изготовлен и прошел испытания, в ходе которых были отмечены многочисленные поломки и перегруженность установки, а также недостаточная устойчивость при стрельбе. В результате на вооружение СУ-6 принята не была, но в октябре-декабре 1936 года она испытывала с 37-мм автоматической пушкой конструкции шпитального. Было начато изготовление еще четырех СУ-6 с таким вооружением, но на испытаниях 37-мм пушки выявились ее многочисленные недостатки, в результате чего дальнейшие работы по проекту были прекращены. Было создано несколько БТР на базе Т-26, которые участвовали в боях. Бронетранспортеры ТР-4 и ТР-26, транспортеры боеприпасов ТР-4-1 и ТВ-26, бронетранспортеры горючего ТЦ-26 и Т-26С. Также был разработан и введен в серию СТ-26 «Саперный танк», «Мостоукладчик» 33-35-го годов, вооружение «Пулемет ДТ». Всего было выпущено 65 машин. Кроме того, на базе Т-26 были сконструированы тягачи Т-26Т, которые имели сверху открытый корпус, а Т-26Т-2 закрытый. Несколько таких машин сохранилось до 45-го года. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, если видео вам понравилось. Также рекомендую посмотреть наше видео о химических танках РККА, созданных в том числе и на базе Т-26, а также о первом среднем танке Красной Армии до военного периода Т-28. В следующем видео мы расскажем, в каких военных конфликтах участвовал Т-26, какие у этого танка были выявлены преимущества и недостатки. Продолжение следует...